здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма peterson и сегодня я хочу вам показать как я фотографирую вот такие браслеты сейчас покажу поближе довольно таки невзрачные и тем самым сложные блестящие до хромированные внутри здесь полоской хромировки и вдобавок на самом кончике невнятная надпись что это из перед сталь и мой заказчик хочет чтобы это как-то снял по-новому потому что я делал соображениями и так далее и я ему предложил вот такую фотографию то есть градиент слабой такой подсветкой идет изнутри весь браслет в гриппе то есть в глубине резко изображающий изображаемого пространства и надпись все-таки видно видны черные белые и градиенты серого цвета которые как вы знаете и передают нашему взгляду ощущение что это блестящая вещь я поэтому не собирается никуда в какой-то куб или в какой-то шарик засовывать да потому что там слишком сложно будут управлять и поэтому я вам сейчас покажу что я приготовил для этого мы с вами сейчас будем снимать это проволочная вешалка который с кем чистки я от нее отрезал пару кусочков это вот такие шпажки которые я купил в дешевом магазине они используются там для заколки чего-то в фуде да там может быть это небольшие шашлычки и так далее то есть заколки такие да потом туалетная бумага это у нас было так и две таких полоски картона одна такая серебристая вторая абсолютно черная так но принципе я купил полностью листы и первый лист который мы с вами используем это будет вот этот я его подвешил специально на вешалку и из пенопласта я начну сейчас строить домик для бездомных поросят минуточку следите внимательно так вот и на домиках готово как видите эти шпажки очень хорошо протыкает это лучше чем винты которые раньше использовал и так черный домик и первое что мы сделаем мы возьмем туалетную бумагу рулон как оказалось это прекрасная подставка я даже не думал ну когда ты находишься дома ты всегда что-нибудь находишь подходящее то выкручиваем теперь мы берем вспышку надеваем на нее автобус ставим его вот сюда нацеливаем прямо на черный картон включаем ставим одну четвертую от мощности 400 где-то 15 процентов наверное будет не важно и первое что мы должны сделать мы должны создать этот градиент давайте для синхронизации я просто включил отвернул сейчас пока но это вспышка увидишь у пора пыхать и сделает свой нужный мне вспых вот здесь я сейчас сделал на 6 и 3 то есть я хочу чтобы у нас то часть в свое время должна быть размытой и 100 изо в этот раз 200 поставил одну двухсотую ну посмотрим сработает нет да 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 сначала конечно навести на резкость туда как то вот то что мы с вами получили видите там находятся сотые и они конечно видны но так как мы будем фотографировать близко камере наш браслетик и сделаем у нас на 66 и 3 то при стекинге мы просто размоем это пятно как нужно так следующее мы вешаем наш кулончик сделать это проще я почему взял эту видите у меня вот я сделал такие скобочки их очень удобно вот сюда раз в окно потом леску пропустил через браслет и с этой стороны тоже у меня петелька такая и я могу регулировать втыкая и делая поворот такой какой мне нужен допустим сейчас мне нужен поворот вправо потому что застежка сейчас я покажу потому что застежка и надпись эспирит находится как раз в этом положении и тем самым очень хорошо быстро можем повернуть как нам надо вот здесь вот мы до конца надежно и хорошо все это у нас есть давай теперь посмотрим как будет выглядеть на уже на этом фончике для этого я возьму стрип и сейчас с этой стороны подсвечу и сфотографирую но я сразу знаю что вот эта часть будет будет довольно таки темной а мне бы хотелось ее регулировать поэтому я сейчас возьму кусочек пенопласта сейчас покажу куда положу и просто здесь для страховочки пару шпилек сюда и сюда вот так мы можем уже фотографировать вот такая у нас штука получилась не обращайте внимание сейчас на резкий блик который находится вот здесь мы с ним будем бороться по-другому немножко так теперь настало время регулировки вот этих черных и серебряных как я сказал градиентов поэтому я беру вот три таких маленьких картонки серебряно-серебряная сразу кладу вот так сзади вот здесь видно сейчас я покрупнее вам сделать здесь так потом то есть таким образом я как бы уже белизну отсек там полную теперь с этой стороны я кладу кусочек черного я наверх тоже положу кусочек пенопласта но опять же хитрый кусочек видите с этой стороны я приколол серебристую бумагу вот зачем чтобы она тоже создала там такой хороший градиент который мне нужен так отлично делаем снимок так почти готово что мешает мешает вот этот резкий блик но с ним мы будем просто бороться я сейчас возьму кусочек ватмана тоже белого или а4а формат и поставлю вот так то есть я попробую отсечь вот этот блик от поверхности оно для того чтобы он все-таки освещал я сейчас поставлю вот видите горшок тоже на минимально на один буквально на один мне нужна просто подсветка вот так ну и теперь сфотографируем и посмотрим готово больше мне практически ничего не надо единственное что я сейчас сделаю стекинг как вы видели в первом фото вот в этом слоты очень хорошо видны я не хочу чтобы они были видны я хочу просто градиент поэтому я сосредоточусь вот на только на этом браслете и буду снимать его в 5-6 слоев те кто не знает что такое стекинг я немножко поясню быстро что я сфокусируюсь сначала на самой передней части а потом двигаю кольцо фокусировки отключив автоматическую буду создавать так называемые слои и так до последних штук 5-6 укладывается пока дойдет резко и станет потихонечку двигать надо пока резко станет задняя часть и таким образом все что останется за ней размоется ну давайте сделаем этот стекинг раз двигаю вправо у Nikon это так четыре пять вот я уже вижу теперь заднюю часть и этого мне достаточно теперь остается взять эти шесть кадров и пойти с ними в фотошоп ну вот дорогие друзья мы с вами сделали эту картинку я уже получил отправил ее своему заказчику получил ответ что он очень доволен да и в принципе она довольно таки хорошо получилась не сказать что в идеал ну для идеала понимаете надо немножко больше чем поросячий домик три вспышечки надо немножко больше повозиться надо немножко но это тот случай когда за эти деньги вот это качество понятно да ну вот пока и все я хочу вам только сказать сейчас у меня еще прислали работу и посему вы часто будете встречаться что я с того канала переношу на этот канал да кто-то видел эти ролики кто-то нет ну в любом случае я буду стараться с вами по-прежнему регулярно встречаться ну а пока я желаю вам мои друзья всего доброго я надеюсь вам практика это понравилось все доброго пока пока а а да и лет и и и и и и и и Продолжение следует...